астрология это не просто профессия и даже не просто модная профессия даже не просто перспективная профессия астрология может помочь вам практически в любом деле которым вы занимаетесь потому что астрология о жизни человека на земле и касается очень многих дел она может помочь педагогу выработать индивидуальный подход к обучению может помочь врачу рассчитывать ритмы болезни и при постановке диагноза при выборе времени к серьезных моментов лечения может помочь и авиадиспетчеру может помочь и спортсмену выбирать лучшие оптимальные режимы тренировки хорошее знание астрологии это очень мощный помощник во всех профессиях в жизни набор сейчас идет сентябрь начало дистанционного обучения октябрь начало очного обучения приходите к нам учиться мы вам гарантируем настоящие серьезные глубокие знания поговорим об июле месяц очень неровный месяц начинается со статического нептуна и статического сатурн нептун идет к повороту а сатурн уже повернул зона статичности резко обостряет характеристики этих планет их действия сатурн статически тормозит все дела задерживается создает препятствие какой класс дел все официальные оформление бумаг документы все прочее раз дела с государственными инстанциями два ну и дела связаны с сатурном строительство недвижимость но это скорее всего все таки оформление документов хотя могут возникать проблемы и в самом обычном строительстве это нужно учитывать когда планируете свою деятельность на месяц вот первые несколько дней до 6 числа не торопитесь пользу все равно будет мало от вашей спешки только нервотребка лишняя и нептун тут же статический этот движется помедленнее зона статичности у него аж до 16 числа поворачивает он второго нептун это всевозможные проблемы с водой и на воде всевозможные проблемы эмоциональные обострение чувствительности сложности в сердечных отношениях нарушение сна до 16 числа будьте поосторожнее с выпивками не перебирайте пейте разумно потому что последствия могут быть неожиданными совершенно с этого момента 2 числа может измениться ситуация вопросах личных вопросах связанных с эмоциональностью с сердечными связями с человеческими отношениями если что-то у вас вдруг какое-то знакомство было ли развитие отношений но вдруг неожиданно может повернуть другую сторону или наоборот пойдет большему углублению именно после второго время конечно плохое для шизофреников и параноиков потому что там фантазия параноидальные разгуляются просто изо всех сил зато хорошо для людей творческих воображение разгуляется пиши не хочу просто но постарайтесь повнимательнее писать потому что часто бывает что половину из написанного просто выбрасываешь узел идет к нептуну я думаю что дела нептунианские в будущем ближайшие месяца может быть даже полгода будут очень важными очень значимыми кровь вера любовь вот нептунианские темы второго же числа меркурий меняет знак переходит в лев если там в конце июня еще какие-то были сложности голова работала не так как хотелось бы сейчас это все налаживается мышление становится активными контакты становятся ярче возможность проявить себя выразить себя на работе на публике усиливается улучшается такая возможность лев дает больше яркости проявления если у вас там рабочие дела обсуждения всякие планерки прочие шли не очень хорошо в конце июня то сейчас все пойдет значительно лучше и тут же с третьего числа начинается бальзамическая луна в этот период начинать можно конечно не обязательно что все будет неудачно может даже очень удачного начинания но просто идти они будут бесконечно медленно начнется и остановится и дальше пойдет только спустя какое-то время если вообще пойдет потом в такие периоды до 6 числа до новолуния все равно сатурн статический можно не суетиться можно не спешить можно подождать уже начинать то что вы хотели начать активно после новолуния 6 числа вообще вот эти дни начала она очень такое непростое там и полуквадрат солнца с ураном дает повышенную возбудимость и оппозиция меркурия с плутоном дает повышенную я бы сказал такое словесную агрессию бурные часто ненужные споры конфликты внутри коллектива или напряжение внутри коллектива единственное что радует что в это время венера тригон сатурна то есть проявление чего все таки будет сдержание слегка но все-таки начало такой неровные первые шесть дней до новолуния с одной стороны работать может быть достаточно продуктивно для людей творческих с хорошим ярким воображением а вот взаимодействие идут сложно еще что хочу отметить вот этот период начало месяца очень интересные планеты все на небе располагаются в секторе 180 градусов таким образом половина зодиака пустая нет там планет а в центре стоит узел нисходящий лесах восходящий вовня продолжается та же самая тема что и в предыдущие месяцы необходимость искать свои пути собственные пути реализации действия проявления необходимо определиться в своей точке зрения и позиции когда нисходящий узел весах там как-то больше вот люди ориентируются на внимание других на мнение окружающих больше ориентируются на влияние среды более подвержены мнению других людей вот здесь очень важно вырабатывать свою собственную позицию и уметь ее провести быть решительным в нужные моменты делать первый шаг не ждать когда-то кто-то другой начнет особенно это в таких в личных конфликтах очень заметно когда два обиженных сидят и ждут когда кто-то другой шаг сделает помню там армян сарова пел такую песню нам дружба потерянной кажется и другой не начать и первым никто не отважится подойти и сказать вот это первым никто не отважится вот именно такая ситуация трудно сделать шаг страх того что не получишь ответа не получишь позитивной реакции на твой шаг вот этого не надо бояться ты отвечаешь за свое собственное инициативу вот если сумеешь всегда небо поддержит даст возможность инициатива развиться если будет ждать пока кто-то другой появит инициативу проигрываешь это время для более смелых более решительных людей но для нерешительных надо как раз именно в такие времена вырабатывать себе решительность я собираюсь высыпать на статологическом фестивале инфинитом обновления фестиваль проходит четыре раза в год вблизи ключевых точек весеннее осеннее равноденствие зимнее летнее солнцестояние я во первых как такой свадебный генерал представитель старшего самого старшего поколения астролога в нашей стране открывает мероприятие традиционно хочу поговорить о будущем астрологии о перспективах развития астрологии в нашей стране фестиваль онлайн кстати сказать фестиваль бесплатный фестиваль открытый для всех школ если хотите послушать мой доклад и остальное тоже можно зарегистрироваться по ссылке она внизу ролика буду рад вас видеть на общей площадке хочется поделиться какими-то своими серьезными мыслями так вот интересная конфигурация получается в начале месяца когда волнорезом является плутон первой планеты после пустого пространства это говорит об очень интересным явлением те кто находится под водительством судьбы в этот момент будут получать явные указания на то что им делать моя рекомендация прислушивайтесь к внутренним импульсом к своей интуиции к внутреннему чувству не надо думать что ангел к вам придет позвонит в дверь и скажет выдаст предписание от бога непосредственно нет это все происходит на интуитивном уровне когда возникает чувство что вот я должен делать вот хочется ли как-то потребность делать вот это чувствует необходимо надо или наоборот когда вы что-то собираете делать возникает нежелание тормозит протест вот прислушивайтесь к таким импульсом потому что сейчас судьба очень сильно направляет людей которые находятся под ее водительство непосредственно не будете слушать возникнут обстоятельства когда вы вынуждены будете это делать но лучше идти самому чем заставить судьбу себя тащить подчиняющихся судьба ведет упирающихся точно и еще одно тоже очень интересный момент соединение лилиц нисходящим узлом это говорит о том что сейчас идет очень сильное торможение с одной стороны большие потребности и импульс к переменам к обновлению к новизне и очень сильный протест сильное нежелание что-то кардинально менять вот сейчас такой напряженный период к осени это рассосется к осени наоборот и чем дальше тем больше будет идти ускорение то есть ближайшие годы мы увидим как будет нарастать скорость перемены готовность переменам но сейчас вот интересно с одной стороны потребность переменных высоко и даже вся ситуация потолкает а это сочетание лилитова зла дает наоборот инерцию такая напряженная ситуация в воздухе весит новолуние 6 числа ну по москве это будет где-то ночью после восхода солнца сразу новолуние интересная начинающаяся позиция солнца с плутоном то есть резкий скачок напряжения на ближайшие две недели особенно в социальных ситуациях в ситуациях человек-коллектив такие моменты резко обостряю то что называется своеволием здесь требуется очень большая разумность когда вот человек начинает нести он что-то начал делать остановиться не может уже воля она ума не слушается сердце не слушается вот как поехала делать так все единственно мой такой совет стандартный 7 раз отмерь и один раз отрежешь а может быть вообще не режешь крайне неторопливо принять резких категоричных решений с плутоном надо не сидеть на месте трансформировать активности больше физической динамики умственной динамики вместе с новолунием заканчивается эстетический сатурн после новолуния ситуация становится более динамичной больше возможности к начинанию к деятельности к активной то что тормозилась поедет пускай все таки разом у вас будет идти впереди воли если еще учесть что тут венера тоже с плутоном накал страстей внутренней силы то не досточки то косточки хрустят самые большие беды вот это венера позиция с плутоном это детские обиды на ровном месте ревность ну такая злость какая-то когда чем больше в личных отношениях как раз не в профессиональных я был наложил так сказать законодательно запрет на выяснение отношений до 15 числа даже до 16 когда нептун прекратит статику свое задвижаться и чувствительность упадет и обидчивость пониже станет и страстности чуть поменьше вот вид такой некоторый я бы сказал драматичный период он может сказать заканчивается числа 16 дальше полегче 11 перейдет в венера в лев это хорошо для всевозможных публичных выступлений концертов конкурсов для людей кто работает на публике для рекламщиков для имидж мейкеров для всего такого для возможности себя обозначить представить показать ярче венера становится менее переживательной более действенной более проявленной 20 марс перейдет близнецы он не такой упрямый близнецах подвижнее менее решителен более подвижен легче воля переключается уже нет такого упрямства уходят напряжение связаны вот такой вот с воеволием легче решаются межличностный конфликт и вопросы внутри коллектива вопросы сотрудничества значительно легче решаются с 20-го числа полнолуние то луна с плутоном солнце ровно напротив красивая ситуация красивая солнце в последнем градусе рака луна в последнем градусе козерога а плутон по-прежнему волнорезом вот это будет действительно судьбоносный период но не в том смысле что ваши решения будут судьбоносным вы как раз решать ничего не будет минимум неделя то до самого конца месяца до 10 дней от полнолуния когда судьба будет решать за вас не особо даже спрашивая это вам нужно будет ее слушать лучше куда она вам указывает и не тормозить не ждите помощи со стороны обстоятельств так что вот такой интересный период полнолуние знаковая но и последнее что событие которое будет это переход меркурия дева 26 это период когда голова начинает работать четче и яснее меньше на публику больше на себя всерьез более содержательная работа ума это значительно облегчает вот обсуждение переговоры делает их более конкретными более предметными более разумными меньше будет выпирать я в рассуждениях контакта будет несколько меньше зато более прагматичный более продуктивный а в остальном конец месяца я уже сказал с одной стороны в эмоциональном отношении куда легче поспокойнее нет такой страстности нет такого накала а вот в смысле принятия решений деятельности еще раз повторять период будет когда вам не очень удастся что-то решать то что в такие периоды очень сильное влияние потока судьбы и тут самое лучшее саморазумное постараться поймать волну не идти против поток здесь конечно гордые люди тут еще солнце во льве ведь тут гордость такая гордые люди что вот я вот все могу я свободный человек ну попробуйте но я не рекомендую спорить с судьбой лучше прислушиваться к ее голосу по большому счету ничего особо страшного в этом месяце не происходит это далеко не самый сокрушительный месяц в году он не ровный он напряженный периодами периодами спокойно но не самый крутой покупки меркурий все гуляет весело живо поэтому единственно что рекомендовал бы быть повнимательнее в период бальзамической луны не очень рваться покупать что-то такое дорогое и крайне ценное сделать по отдохнуть не торопиться в сделках в течение первой недели быть более внимательным ко всяким расчетам пока статический нептун в течение первой половины месяца а так в принципе каких-то особых запретов на покупки я не вижу все идет более-менее нормально по здоровью основная проблема первых половины месяца это печенка заболевание лимфатической системы бессонница вот это нарушение сна высокой чувствительность к еде в общем первые полмесяца берегите печень а вторые полмесяца берегите голову неожиданное напряжение в общем то может вылезти куда угодно но в первую очередь это скачки давления аварийность самый аварийный период в году как раз на оппозиции солнца с плутоном за неделю до полнолуния и до самого конца месяца на особый пик придется вокруг полнолуния 20 21 22 23 вот это самый пиковый период там еще будет один раньше чуть-чуть был один такой напряженный период это когда марс соединялся с ураном числа с 11 лучше всякие ремонт и проводить более аккуратно там как раз для деятельности хороший период марс соединяем с ураном это очень конструктивный период для людей которых есть так сказать руки хорошие голова но надо быть осторожным особенно когда работаешь с электричеством для людей таких не очень уверенно водящих машину надо быть поосторожней а вот люди такого хорошо уверенно водящие спокойно для них это будет период вполне ровный и безопасно встречи смотря чего вас встречи ждете если глубокого такого тонкого эмоционального контакта первые 10 дней декады просто супер но новое знакомство если собираетесь заводить ищите себе подругу или друга жизни с 3 по 6 паузу первые собственно 16 дней когда статический нептун для людей с мировых решителях которых раздвое к действию это не очень хороший период он дает повышенную чувствительность а для людей тонких романтичных это супер еще ведь это же время рака такие романтичные вечера утра лайка хорошо воздухе просто запах вот эта вода стоит а уже с 11 мы говорили вместе посещать яркие места ну и помните я уже сказал про позицию венера с плутоном вот такая ситуация когда-либо лучше быть подальше либо совсем близко но не посередине потому что чувства здесь могут вспыхнуть в любой момент не создавать себе ненужных напряжений на пол дороги которые потом выльется могут выльется в конфликт вот из-за любой мелочи у меня один знакомый поглядел на продавщица просто поглядел жена стояла рядом был скандал до самого вечера учеба ну вообще пора то уже бросать учиться отдыхать пора но если вы там завалили свою сессию там в июне ну примите сочувствие но пахать можно догонять а если вы просто любите учиться то месяц очень хороший особенно вот перейдет меркурий в лев жить станет легче жить станет веселее хотя по-настоящему когда не птун гуляет внимание вот труднее сосредоточить чем обычно я не хочу сказать что невозможно труднее зато в тех сферах где нужно воображение свободный полет воображения даже лучше так что первые поломином месяца лучше для людей таких артистическая сфера искусства точной науке хуже а второй половине месяца особенно после 26 наоборот сфера точных наук конкретных проектов вот тут учиться изучать готовить все прекрасно могу пожелать когда вам надо принимать решение во первых слушать лучший голос судьбы первое в ситуациях колебаний смелее решительнее не ждите что кто-то примет решение за вас что кто-то примет решение за вас Субтитры создавал DimaTorzok